Ха-ха-ха! Ты заявился ко мне Один Угрожаешь И думаешь, что просто уйдешь отсюда живым Когда ты это говоришь, звучит забавно Я сосчитаю до трех Если за это время ты не исчезнешь Я скверню твой труд самыми немыслимыми способами Короче, получилось так, что здесь звук что-то отстает совсем от, ну или не отстает, короче, картинка отстает, спешит. Непонятно, что происходит. Единственное, что понятно, это то, что очень-очень громко все здесь... Не пропустить... А, можно пропустить, я нажал, по-моему, крестик, сейчас не... Ну, а? Нажмите любую кнопку, новая игра, можно как-нибудь здесь настройки какие-нибудь? Ну, наверное, тут надо сначала... А, вот настройки внизу. Настройки, давайте мы аудио уберем. Музыку вообще нахрен укрутим, потому что, ну, это вообще трындец, как громко все, голос вот сюда вот уйдет. Ну, и вот так вот сделаем, просто чтобы, ну, чтобы меня было слышно на фоне и чтобы мне уши не грузило. Это прям ужас какой-то. Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, сегодня мы играем с вами в Darksiders. Как часть называется, не знаю, что-то там... Неважно вообще, как она называется, самое главное это Darksiders. Я так понимаю, это последняя часть этой игры... Не помню, играл я в третью эту или не в третью, да, в третью, по-моему, последняя часть была или нет, но... Суть не в этом. Так, ладно, здесь все понятно, все ясно. А как выйти отсюда? Б, назад, Н, А. Он сохранил, наверное, просто, да. Подтвердить. Начать игру, друзья, начать игру по сети, вы можете... Да, только поприглашать, частная игра. Начать игру без подключения к сети, вы можете играть в одиночную игру или в локальную совместную игру. Вот в эту я буду играть, потому что, ну, у меня не с кем играть особо, и без интернета оно всякое интереснее. Я же ведь играю-то, как бы, один, единственный, и никого здесь больше нету. Правильно? Правильно. Потому что, потому что, вот, у нас есть джойстик, там в самом начале написали, что... Что играть с джойстиком будет гораздо лучше, и, типа, ощущений вы от этого получите охереть как много, вот. Война за Эдем закончена. Нефилимы, сверхъестественное порождение ангелов и демонов, стремившись присвоить себе рай, на которых полностью истребили четверо их, собрать их всадники. Всадников, не знаю, короче, как. А, против собственных братьев, все тёрни направили... Их направил совет, даровав всадникам великую силу и поручив им охранять равновесие. Теперь Эдем, это гробница, а оперившись человечеством, было отправлено что-то куда-то там. Всадники взортились к совету и стали ждать следующего задания. Ну, мы играем за какого-то из всадников. А в третьей части, по-моему, играли... Или не играли. Как раз за раздора, нет? Я честно не помню, вот просто как их даже зовут, я знаю, что раздор есть здесь и всё. Не скорбите. Не скорбите. Я здесь озвучивать не буду, потому что здесь есть озвучка. То, что вы сделали в Эдеме, стало трагедией, но необходимой. Эдем предназначался человечеству, а не нефилимам. Это было великой победой для равновесия. Для вас, всадники. Победы? Где смерть и ярость? Неважно. У вас будет иная цель. Люцифер, повелитель ада, всё ещё строит козни человечеству. И пусть они слабы, эти неопытные создания необходимы для равновесия. Мы полагаем, что демон Самоэль, хозяин чернокаменного замка, сговорился с Люцифером. Отыщите Самоэля. Раскройте их замысел. Послужите равновесию. Покажите им цену. Пренебрежение Советам. Чё-то мы сейчас кому-то показывать вообще будем. Нет, не атаковано, тебе кажется. Так, а... У него много врагов, но лишь немногие рискнут напасть на него в открытую. Ну, тогда разговор с ним может затянуться. Скорее всего. Ну, в одном я уверен, через парадный вход не пойдём. Посмотрим на месте, что происходит. Ой, ой, ой. Я не умею в такой... Ой, вибрирует жестик, блин. Ужас. Так, крестик это просто мечом макнуть. А вот это что такое? РТ. Ёжки, б***л. Хе-хе, ты что, предлагаешь прокраситься внутрь? ЛТ. Хорошая мысль, но на тебя не похоже. Это стратегия. Точно. Чё это такое? Непонятно. Зачем это? Игра вообще, она интересная, знаешь, из-за чего? Она интересна, когда ты в неё играешь просто так вот, чисто просто побегать, пострелять. От ней нет ни особо какого-то сюжета, прям, ну, захватывающего, потому что, ну, тут даже обучения здесь нету ни хрена. Здесь просто вот, если лезть с лошади, дистанционная атака, спринт, атака ближнего боя. ЛТ, ну, ЛТ, мы понимаем, где это ЛТ, ЛТ, это вот там, вон там, вон. Хе-хе. А, куда мне бежать надо? Не знаю, зачем я сюда бегу. Кресты перевёрнутые какие-то. Я только за использованием половину сжигаю, ахренеть просто. А, ну, здесь наверняка что-то есть интересное. А, это такая игра, знаешь, она на любителя, она на любителя. Это вот, сейчас прям, 5 секунд, прям, погоди, сейчас я кое-что сделаю. Прям вот, прям 5 секунд, прям, прям вот, ещё 5 секундочек, и всё. А, вот. На любителя такого месива просто, знаешь, вот, это не как играешь вот в снайпера, в этого. В снайпера даже играешь, когда месиво устраиваешь, там не такое месиво. Здесь вот по-другому играешь. Я тебе сейчас вообще сказал, не пойму, чё. Просто. Руби и режь. Здесь больше даже говорить ничего не нужно. А чё, меня лошадь убили? А чё я делаю-то? Здорово, потому что здорово, боеприпасы, какие-то боеприпасы, призвать лошадь можно вот на эту кнопку. Ну, нахрен. Можно нажимать на АП, я так понимаю, это какая-то там атака, которая... Которая прям атакует, прям атакует, и добивает, короче, добивающая атака. Но там чё-то есть. Поэтому я это что-то возьму. Монета лодочник обнаружена. Это хорошо. Люди какие-то ходят. А, вот. Когда с одним, я так понимаю, я сражаюсь. Никогда у них там... А где у меня здоровье-то вообще? А, здоровье за мной. Здоровье за мной, ёлки-палки. А я думаю, где у меня здоровье? Ну, съешь ты её. Таинственный объект. Таинственный объект, выпущенный из поверженного врага. В нём пультирует энергия. Здорово. Класс. Ну, типа, знаешь, вот игра рассчитана на такой экшен. Просто вот... Ты просто стреляешь, дерёшься, пытаешься не умереть. Вот и всё. Вот вся игра. Что, вы здесь лошадь или с ней с ней? Да я понимаю, как лошадь-то вызывать, но в конце от концов. Зачем мне эта лошадь, если я могу без лошади спокойно бегать? А, что такое? Ой. А-а-а! Не шут, а? Призрачный крюк. Ладно. Я, может, чё не понимаю просто, но... Наверное, чё-то я не понимаю всё-таки. Зажмите А после двойного прыжка, чтобы парить и седать воздушные потоки. Круть. Прикольно. А-а-а. А-а-а. Карта без престолья. Карта чернокаменного замка. Здорово. О, прикольно. Круто там. Непонятно, зачем это нужно. Ещё какая-то ерунда выпала. Таинственный объект. Это всё, что ты можешь! Ну, вот, вообще, вот просто, знаешь, пока что это очень легко и очень просто. Три таинственных объекта. Нужно найти 30 для того, чтобы левел... Левел, конечно, короче. Да, понятно, всё ясно. Всё ясно. Всё понятно. Вот, пока что это очень скучно. Пока что это очень, такое, знаешь, занятие... О, что это такое? Какую-то ерунду даю. Сундучки какие-то выпадают. Это выпало, то выпало, что-то выпало. Я снесу тебе башку. Понятно всё. Ну, давай, хорошо. Договорились. Какое дело, блядь? Где лофт-то? Снес мне башку, молодец. Что здесь мы найдём? Здесь мы найдём дробитель земли. Занимите Y, чтобы зарядить и выпустить вперёд волную энергию, раскалывающую землю, прожающую врагов на своём пути. При бою высокого уровня заряда, волна распространяется дальше и наносит больший урон. Пассивное умение появляется шанс, что любая атака пожирателям хаоса может нанести урон и сбить врага с ног. Сила атаки навсегда увеличивается для каждого типа улучшений. Хорошо. Псадники скачут вместе. Примечать между раздором и войной в любое время, удерживать ЛБ и нажать А. Ну, я знаю, я же только что переключился. Война и раздоры могут открыть новые типы боеприпасов и улучшений во время прохождения заданий. Каждый из них может защитить усилить, способность в битве, обеспечить преимущественно снарядить боеприпасы и улучшения в данный момент. В любой момент удерживать ЛБ и вращать Р. Раздоры и война восстанавливают шкалу гнева во время боя, собирая души гнева. Каждый всадник обладает своим уникальным набором способностей гнева, которые могут наносить ущерб и сдерживать натиск врагов. Используйте способности гнева, когда шкала гнева заполнится. Удерживать ЛБ и нажать X, Y... Ну, короче, понятно. 100, ЛБ. ЛБ вот. Разомнёмся. Ну да, я тоже так думаю. Не вижу, не шута, ребята. Ничего, не понял, кто там кого уфил, но... Я точно знаю, что я победил. Ты не в ту сторону сражаешься, дружище. Я здесь. Так, как там... За это, кстати, очень легко играть, потому что у него урон охрене какой большой. Ну, я предполагаю, что он отличается как-то, потому что, ну, смотри, мячом размахивает. Прицелиться призрачным крюком. Прицелиться призрачный крюк. Посмотрите, способность удержания ЛБ. Круг. Ну, это тоже классная штука. Так, это чё? Прыгните на стену, чтобы корабли захвататься за рычаги. Хорошо. Чё? Я думал, тут нужен второй игрок уже. Я думал, сейчас всё трындец. А зачем? Я нажим... Я нажал, кстати. Да... Да... Ой! Верни мне, пожалуйста. Всё, убил. Единственное, чё здесь плохо, да, это то, что обзора нету никакого. Просто... Никакущего обзора. Так, давай посположим вот сюда вот. Так. Так, 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 вот. Обзора никакого нету, то есть... Осколок сферы здоровья разбойника. Фрагмент камня здоровья для раздора. Соберите три фрагмента, чтобы навсегда увеличить шкалу здоровья. Хорошо. Обязательно так и сделаем. Да, и тебе тоже достанется. Да хватит меня лупасить-то. Умри. Игра, знаешь, она такая. Ну, любитель, я бы сказал. Просто она скучная очень. Здесь просто нужно упасить бегать. Гринтелка такая, знаешь. Здесь не нужно задрачивать, конечно, постоянно один и тот же уровень, наверное. Я пока ещё не знаю. Просто это, ну, как-то отличается от предыдущей части игры. Но... Но всё равно она... Какая-то необычная, знаешь, у нас с видом сверху... Она... Она вообще как-то... Вообще отличается, как-то. Просто отличается от Darksiders. От предыдущих частей. Души собираешь. Бегаешь. Ну, вроде как-то интересно. Но вроде вообще как-то вообще неинтересно. То есть я вот поиграл 10 минут. Но я уже устал в неё играть. Потому что она неинтересна. Абсолютно неинтересна. То есть ты просто берёшь и играешь. Просто берёшь и берёшься. Просто вот-вот. Ничего не делаешь. Таинственный объект. Таинственный объект, в нём пульсирует энергия. Да я знаю, что в нём пульсирует энергия. Нас много, а ты один. Да мне посрать вообще-то. Всё, готово дело, блин. Просто легко. Просто вот, вообще не надо чего. Атакуйте во... Они не нравятся, что нам мало рассказали об этом задании. Летите сюда, ёлки-палки. Все, и давайте дальше. В принципе, если вы очень любите играть в такие игры, в которых нужно просто бегать и просто нажимать на кнопки, то она вам понравится. Ну, несомненно просто. Но на самом деле, вот мне она не нравится. То есть есть какой-то сюжет, да, куда-то ты бежишь. Сюжет складывается на том, что ты просто куда-то бежишь, потому что у тебя нет никакой развязки, завязки, блин. Ты просто... Ты просто... Как-то, блядь, не знаю. Началось всё с того, что ты просто бежишь. И закончится на том, что ты просто будешь бежать, блин. Началось всё с того, что вот куда-то он зашёл в какое-то логово какому-то дурачку, блин, толстому трёхголовому. Он застрелил, он говорит. То есть... Вот трёхголовый дурачок не мог подумать, что этот возьмёт, достать из кармана ружью и застрелит. То есть... Я не знаю, у меня прям в голове столько мыслей по этому поводу. То есть... Ну, прям... Игра, знаешь, вот... Я, опять же, повторюсь, на любителя. Просто... Нужно быть либо поклонником этой серии игр, или быть, не знаю... Поклонником... Таких игр, которым нужно просто бегать и нажимать на кнопки. Опять же, повторюсь. Я ничего против не имею такой... Этой игры, потому что, ну... Ну, она кому-то, наверное, интересно будет. Но мне вот она как бы... Я вот нажал и упал. Всё, он просто умер. Я вроде и так сделал. Ну, вот. Пока что мы видим только... Бессмысленную беготню. Бессмысленное размахивание... Мечом своим. Кучу демонов, которые пытаются тебя убить. Не понимая, что они тебя не убьют. И, в принципе, всё. Даже... Я не знаю, почему мне хочется всё время сравнить со снайпером. Я всё равно буду сравнивать со снайпером. Потому что в снайпере была какая-то логика. Была, была. Она и есть. Я думаю, сейчас уже играю. А, мне надо её уничтожить? Или просто... Или просто стрелять из неё тоже? Наверное, надо махнуть вот сюда вот просто. Ну, надо переключиться на другого. Но ничего не изменилось особо. Потому что я думал, что... Что... А, просто надо было пострелять. Ладно. Так вот, со снайпером сравнивать. Знаешь, там была логика. Там есть логика. Там просто играешь и... У тебя есть цель как-то дойти до какого-то определённого пункта. Чтобы там... Контракты какие-то. Там есть какие-то испытания. Которые, конечно, хер ты их выполнишь. Но ты можешь выполнить. Несмотря на то, что они, блин, практически невозможные. Блин, там ты пойдёшь тревогу убить последнего самого чувака. Но опять же. Ты играешь там с каким-то интересом. У тебя какой-то, это... Значит, есть квест какой-то есть. Здесь ты просто бегаешь и размахиваешь палкой, блин, своей. Всё. Я не засираю игру. Я ничего не делаю. Я просто... Недоумеваю, можно так сказать. Да прыгни ты, ёпта. Он прыгает, что не умеет. Неужели научился, блядь? Дурачила. Я просто хочу сейчас закончить прям на этом. Потому что, ну, неинтересно мне уже играть. Просто неинтересно, правда. То есть я вот прям играю. Безо всякого интереса. Непонятно, что сейчас было. Мне даже комментировать нечего, понимаешь? Здесь вообще комментировать нечего. Потому что, ну... Вот. Я могу тебе говорить, я вот бегу. Я бегу. Она... Прямо знаешь, она не то что разочаровывает меня. Я думала, она интересная. Я ее скачал в надежде на то, что она какая-то интересная. Я думала, блин, сейчас запишу что-нибудь интересное. Наверняка, как бы, какая-то там, блин. Думаю, интересная игра, думаю. Классная, Darksiders. Тем более, прям новенькая достаточно, да? Она там... Прям вот. Прям вот она новенькая, я бы сказал, да. Но, оказывается, просто начинаешь записывать. И тут какая-то шляпа вместо игры. Ты просто играешь и бегаешь, бегаешь и дерешься. Все, бегаешь и дерешься. Машешь мечом. Я убрал звук уже на максимум. Один хрен я глушу просто. Я глухну просто. Я глухой сижу сейчас. Ты еще двести душ. Че мне с этими душами делать хрен его просып? Вообще непонятно. Куда-то я бегу? Че-то я делаю, да? Уничтожим! К бою! К бою, давай! Я вообще хочу на этом вот сейчас прям закончить и... Для чего я переключил персонажа, непонятно. Привет. Потому что мне уже вообще неинтересно играть. То есть я играю сейчас чисто... Чисто потому что... Очень неожиданно. Я прям вообще не ожидал. Ого, какой сильный демон. Ёб твою мать. Готов. Все. За рту, блин. Вот замесили и все. За рту, блин. Я просто кнопку очень отыскал. Я забыл, как это делается. Все. Мы прошли. Мы прошли эту... Эту... Как миссию, может сказать. Да, эту контрольную точку. Таинственный объект. Да я знаю, что это таинственный объект. В конце и от концов. Вот. То есть давайте мы на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Предлагайте свои... Ну, как... Прохождения игр. Игр, которые... Ну, вы хотите, чтобы я прошел. Просто... Получается, что мы играем в игру, которая, ну, особо не имеет никакого сюжета, смысла. Ты просто бегаешь и дерешься. Мне такие игры не особо нравятся. То есть... Смотри. В том же самом Лонг Дарке. Лонг Дарк. Да, пусть я его не прошел. Я его не стал проходить. Потому что, ну, он какой-то... Он скучный очень. Он очень скучный. В нем есть сюжет, но его надо проходить. Он интересный. Он интересный. Там есть сюжет. Я просто знаю этот сюжет. И мне это неинтересно проходить. Мне неинтересно узнавать, что там случилось, что там не случилось с этим персонажем. Да, я знаю там до конца практически все, что там было, что это все, что там произошло. Здесь же... Здесь нет никакого сюжета. Мне неинтересно узнавать, что здесь произойдет. То есть, если я до скачивания игры этой еще как-то думал, блин, классная, наверное, игра, давай я ее пройду. Скачал, начал играть, мне неинтересно. То... Напишите в комментариях видео, видео, блядь, игры, которые интересны и которые стоило бы пройти. А сейчас я хочу закончить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока. Пока.